Пусть х на графе, который упал из стучки, это есть число простых циклов, то есть многоугольник. Если я говорю цикл, то я подразумеваю в данном случае простой. Число простых циклов длины k, то есть на k вершинах, в этом графе g. k это второй параметр, у графа g есть параметры n и p, да? n это число вершин, а p это вероятность ребра. Мы добавляем еще одну чиселку k, которая отвечает за длины цикла. Спрашивается, чему равно средним числом от ожидания числа циклов длины k в графе g? Естественно, надо действовать точно так же, как и раньше, как в предыдущих трех или скольких примерах, но вот подумайте. Надо аккуратно. У нас для этого все есть, цикл мы там перечисляем в какой-то момент, все есть. Цикл это многоугольник, да, я сказал, это простой цикл. Из-за кайзен, умноженное на p в какой-то степени, но в степени я сейчас не могу определиться. А почему? У цикла же известно, сколько ребра, если он простой. А, тогда понятно. Ну, тем не менее, ответ, который прозвучал, он не совсем правильный. Представьте себе, что на конкретных k вершинах в этом графе, который на вас спустился из тучки, на конкретных k вершинах полный подграф. Ну, вот мы только что проходили такую ситуацию. Например, k равняется четырем, и вот на этих четырех вершинах у вас полный подграф, как вот только что. Но ведь простых циклов в полном подграфе много, не один. Есть цикл 1, 2, 3, 4, есть цикл 1, 3, 2, 4. Это разные циклы. 1, 2, 3, 4 и 1, 3, 2, 4. Разные циклы, правда? И оба они присутствуют в этом полном подграфе. Значит, не совсем цейзен пока надо еще подправить ответ. Когда вы вот эти индикаторы будете вводить, их будет не цейзен пока штук, а больше. cям пока умноженное на n2 в полном. Только на камен уже 1, 4, 4. После этого все правильно. Вот, правильно. Правильно, да, отлично. В тематическом ожидании x есть c из n по k на k-1 факториал пополам на p в k до c. Ну, давайте аккуратно тоже это распишем, полностью решим задачу. Опять, перебираем все возможные циклы, которые потенциально могут возникнуть в графе. Вот в полном графе на n вершинах я утверждаю, что всего столько циклов. Да, потому что... Столько к вершин на циклов. Потому что вот это, да, количество способов выбрать к вершин... И можно... И читать все. Да, и после этого на этих к вершинах еще вот столько ровно различных циклов. Мы это проходили. Поэтому если по-прежнему дельтами обозначать эти циклы, ну, как-то нехорошо. Для этой дельты я на самом деле использовал в соображении треугольничка, да? Уже четырех вершинники надо было по идее как-то по-другому обозначить для красоты слога. Но к вершинные циклы, ну, можно c обозначить. c1 и так далее. c... Ну, мне как-то в лун, что называется, писать такое длинное выражение. Давайте я его обозначу. m и c с индексом m. Это будет последний потенциальный цикл, который может возникнуть в графе. После чего мы вводим случайные увеличения x и t, которые на данном графе g принимают значение 1. если c и t есть в этом графе g и 0 в противном случае. Соответственно, математическое ожидание x и того, это есть просто вероятность наличия конкретного цикла в графе. У цикла на к вершинах к лёгер, и все они должны присутствовать, поэтому мат ожидания x и того, это по-вспеке и к. Соответственно, мат ожидания x – это есть мат ожидания x1 плюс и так далее, плюс мат ожидания xn, и это есть c из n по k на k-1 факториал пополам на p в кадре. Что мы утверждали. То есть вот, вроде, стало понятно, да? Да.